Девушки отдыхают Другие же ведут к смерти Эх, бедная крыска Выбирайте с умом Высотой, Джефф, можешь представить? Ну, я пытаюсь С него, наверное, вид на сотни километров Мы должны на нем прокатиться Если тебя это порадует А меня радуешь ты Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану Ловлю на слове, дорогая Кажется, пришли Игра длится 5-7 часов Окей Ну, мы пройдем его за три захода Я думаю Тут чудесно Как в рекламе Офигенно Ну, пойдем Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку Еще раз Да, я не так представлял первоклассное обслуживание Итак, вот у нас первый интерактив Предвкушение Пойдем на выставку сегодня вечером Мы для заверения Наверное, все Все, все чем-то А, блин, не время идет И все заняты За нас сделали Выбор Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально Вот моя Мария Во всем видит что-то хорошее Рестрима на ютубе нету Есть рестрим в однокласснике Я приношу извинения За то, что напугал и заставил ждать Надо было кое-что Уладить Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее Я рад, что вы выбрали наш отель Вот Распишитесь Впервые в Чикаго Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки Вы правы, да Но это не все Сегодняшний день для нас особенный А, молодожены Это же просто замечательно Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться Да Сегодня начался наш медовый месяц Мои поздравления В таком случае Нужна комната получше Номер для новобрачных Ой, он Он намного дороже Не тревожьтесь Доплачивать ничего не нужно Это подарок отеля Вы у нас первые Молодожены О, как это мило Спасибо, мистер... Холмс Генри Говард Холмс У вас прекрасный отель, мистер Холмс О, благодарю Я сам его спроектировал Так вы архитектор? Архитектор Конструктор Строитель Врач Художник У меня много разных интересов Впечатляет Можете осмотреться Мы продаем разные мелочи и сувениры Я отнесу багаж в номер И прослежу, чтобы все было в порядке Просто запишите, что хотите купить И я внесу это в счет Спасибо, мистер Холмс Вы очень добры Все для наших гостей Ира, привет Ребят, спасибо всем большое за элит И удачи в боксах Юся, давай без спойлеров Так, что из вещей я забыла Моральные принципы обновляются при Ой, простите, мисс Осторожно Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин Ха, какой славный парень И как дела в браке? Спасибо Не жалуюсь Пойдем наверх Наверняка все готово Ты что-нибудь присмотрел, симпатичное, на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи Илья, привет Это новая игра Devil in Me Из серии Dark Pictures Про отель ужасов Ну, там будет твориться Какая-то чертовщина Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения Тайная комната Мы что, ищем приключений? Возможно Здесь просто идет ремонт Вот тебе и приключения На колесе мы все равно прокатимся Я знаю и смирился Стой Что это? Оля, привет-привет Нажмите А в такт пульсу Ну, слушайте, начинается так же, как и предыдущие хорроры Они боятся спалиться Димон, спасибо за подписку Мой блин, извините Я не люблю страшилки Страшно мне, я боюсь Я думаю, что здесь страшилка будет не такая страшная Да, это хоррор, но Я думаю, он будет Не особо страшный Ну да, это все-таки хоррор Поэтому приготовьтесь к скримерам Рыжая борода Рыжая борода, Димон Спасибо большое за элик Удачи в боксах А пугавки будут? Конечно будут Куда тут без скримеров? Прошу, располагайтесь Этот номер для вас Большое спасибо, мистер Холмс Устраивайтесь пока Если позволите, меня ждет работа Мы с вами еще непременно увидимся Ира, да, я, конечно, постараюсь не убить их всех Боже, это номер достойный короля Или королевы Хитрец Вот тебе Жены так себя не ведут Эй! В яблочко! Это война Мне стоит бояться? Еще как Вазу бери, вазу Почему подушки только? Сдаюсь, сдаюсь Ладно, ты победила Ничего не повредила? Только мою гордость Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость Вовсе нет У меня есть подарок Закрой глаза и встань к зеркалу Это так мило и романтично Если влепишь подушкой, получишь по физиономии Все нормально? Да Так Открой глаза О, Джефф! Красотища! Спасибо! Ну, победа за мной Иди теперь Прими ванну В предыдущей части Персонажи бегать не могли Да, не могли они бегать Ох, подлецы А за нами это наблюдают Не открывается Заклинило Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо Ты побрейся, а я быстренько приму в ванну И потом устроим рандеву Я знаю это слово Что-то неприличное на французском Кыш, брейся По-моему, я забыл взять бритву и набор Их наверняка продают внизу Не задерживайся там Что ему брить-то? Он не особо и бородатый Просто легкая щетина Эх, ну почему мы управляем именно им? Вот бы сейчас помыться Побыть в ванной Спокойно Давай подглядывать за ней Ворваться, открыть дверь Готов поклясться, мы шли здесь Неужели уже заблудились? Что? Нифига себе у них тут Мотельчик Мари! Игра тормозит? Нет, не тормозит Зря мы, наверное, взяли вот ту жидкость внизу Наверняка она тоже непростая Какой-нибудь химикат или еще что-нибудь Это пять звезд сюрприз Меня дал, да, видимо Мы бы попали именно в такой отель После этой игры будем спать в палатках на улице Боясь поселиться в подобные отели Это ты, милый? Джефф? О, ты решил поиграть в другую игру? Я выбираю осмотреться Что вы себе позволяете, мистер Холмс? Что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит О, господи, а что за жесть в самом начале? Но я не закончил Я... нет Не дергайся Так будет только больнее Ты лишь оттягиваешь неизбежное Что? Что вы... Что вы сделали? Успокойтесь, сэр Ваша жена немного поранилась Все в порядке, сэр Слюньчай, бей его Куда ты? Куда бежишь-то? Куда? Продолжение следует... Что, Мари, нет? Ты только что готова была убежать. Мы ползем тебя спасти. А ты хотела нас бросить. Нормально, да, вот парень? Чуть что, сразу Мари, Мари. 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 Ира, спасибо, удачи в боксах. Порядок во всем. И все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота. Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте. Такая... Послушайте, мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. А может быть, тоже купить себе какой-нибудь отель? И выступать в роли маньяка, который будет приглашать... Гостей. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Интересно, встретим ли мы кого-нибудь из предыдущих частей? Да, Юси, это же совершенно другая история. Как там могут оказаться те же самые люди? Конечно, нет. Кроме рассказчика, никого не будет. О, это вы. Долго пришлось ждать? Всегда приятно снова видеть знакомое лицо. Вижу, вы вполне готовы к новому рассказу. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти. Ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнения. Страх. Ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой, самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. О. Полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась. Я буду наблюдать. Меня зовут Кейт Уайлдер. Я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. А, а, ну и... Даже когда ты просто говоришь как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я... я стараюсь и... Так, я Марк. Я изучал фотографию в университете. Ага. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Ну, да, это типа профессия. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь. Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лонид, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... В итоге... Вышло не так, как я надеялся. А вот, 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 вот... Получилось говно, если честно. Про инвентарь у тебя я не буду забывать. Достаточно. Разве? Я ведь едва начал, Ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить. Не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном. Закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. Седьмое мая, 1896-й. Герман Маджетт, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну, как вам? Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Лонид Энтертеймент. Это Чарльз Лонид? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то, это я могу помочь вам. Послушайте. Я признателен, мистер Дюмет. Это звучит прекрасно, но... Я не... Не хочу грубить, но... В чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда. В четыре. Ждите. После обеда? На съемки нужно дня два. Дергать команду на выходных. Гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да. Конечно. Мы за. Я приведу. Обещаю. Все будет. Опять в этой части тоже есть профессор в очках. Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Ю-ху! Вау! Будет супер. А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане. Телефон сдох. И мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты при чем. Правда. Потому что головой думать надо. Так. Ладно, Чарли. Что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэгэ Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи. Документы, артефакты. Я же сказал, это спасет Шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность. Но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники это фигня. Ладно. Ради шоу. Отдать мобильники это уже подозрительно. Прям как в Топике. Юси, я играю на геймпаде, поэтому у меня кнопка не пробел. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козел. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Айда, купаться. Опять мы разделяемся, да? То есть, девчонки остаются там, а мы куда-то уходим. Ну-ка, сюда зайти можно? Нет. Либо я вас, спасибо за подписку. Что ты сказал? Перевода не было. Эй, народ, вы где? Идем. Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. Ничего, найдем обход. За мной. Жизнь за хороший кадр? Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Да ну, бросим. Просто положено что-то такое писать. Ерунда это. Да, перевод он глюченого, озвучьте. И во многих словах в конце нету, озвучьте. В общем, забили они в этот раз на... ...расийский перевод. Слушай, Марк, я хотел сказать... ...спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. Ну то, что их научили бегать, это уже само по себе хорошо. Ээээ... Эээ... Эээ... Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Разгрузи голову. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Сделай, как я. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так. Никакой миссис Лонид не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Нормально, они просто в легкую, так говорят. Дай мне отпуск на две недели, я на родных уеду навестить. Не знаешь, как на пару дней это уехать куда-то. Юсю у нас добрался. Нифига себе. Боже, что это? Манекен. Стоит, типа, отдыхает. Наверное, часть старой экспозиции. Да, отеля добрался. Да. Скорее всего. Ребята, кстати, как там озвучка? Игру погромче не нужно сделать? А то, может быть, вы хотите пугаться сильнее от звуков игры. Ну-ка, давай-ка сюда, я тебя подсажу. Всегда стрёмно вешать фотоаппарат так, как они делают. На заднице висит. А если присядешь? Прямо на фотик, на линзу. Идёшь? Да. Просто смотрю на свет в тумане. И как это пишется в шоу? Да, я так. Пошли. Типичный фотограф. Это просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Ты уверен? Скейт, вы как-то не очень удачно пересеклились. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешало. Нет, спасибо, я и так внимательно смотрю. А так ты будешь ещё и пугаться. Прочитайте. Прочитайте. А затем сможем собираться. Несколько человек сообщили, что тот бездомный снова ошивается поблизости. Мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверьки сегодня. И на всякий случай, завтра нам не нужно, чтобы кто-то пострадал. В остальном все работали отлично. Так что продолжайте в том же духе и к концу недели мы отправимся домой. И, наверное, кто-то не отправился домой в итоге. А, открыть мы не можем ему? Где-то должен быть ключ. Так, смотри, что с этим сделать надо. Иди в окно. Так. А, он просто... В смысле? Она же подсаживали туда. Он так легко может забраться сам, один, без помощи. Но это они, конечно, дают. Закрыто. Закрыто. Пойдем искать обходной путь. Вот сюда, в эту дырочку зайдем. Это их так позвали, пригласили называется, да? Они вынуждены здесь везде бегать, ползать, пачкаться. Вдруг наш идет. Да, смотрите-ка. Все, все, вставать можешь. Все, все, вставай. Чарли может открыть ящики с зажимом для гавстка. Что это? Какая-то монета. Смотрите, монета. Эй, извини, если кажется, что я придираюсь. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем? В смысле? За рулем лонит интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Тут уже понятно, что везде двери закрыты. Нужно залезать везде через окна. Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Опа, даже сам дверь открылась внутри. Боже, что это? Спрятавшаяся членом группы, никто не заметит. Какая встреча? Какая встреча? Там нет никого. Это все ветер. Ветер. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Там кто-то выбежал. Бу. Там, наверное, крысы какие-нибудь. Чарли, что-то мне это все не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Не дрейфь. Ну и хобби. Посмотрите, как. Белка вис. Как вам хобби? У некоторых. Это что за хрена тень? Дернулась. Что? Та штука. Двигалась. Часа уверенно до утра закончишь игру. Да я же не буду до утра играть. Будем маленькими дозированными порциями проходить. Я очень внимательно смотрю. Плюс я еще в очках. Ойра. Как ты подошла так к процессу? Надо торопиться. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрепление на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. Да, Ира, я тоже вздрогнула. Ну, потому что здесь неожиданные моменты. Они не страшные, но просто неожиданные. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стремно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте. Мистер Лонид? Он сам. Я Грант Эм Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк? Марк. Эрин? Джейми? Да, мы. А это у нас Кейм. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да. Ребята, а вы бы хотели побывать в таком месте? Это же уникальное путешествие. Сколько снимков, сколько впечатлений. Марси, спасибо большое. Ребята, всем спасибо за Элик, за поддержку. Собой я где угодно хочу побывать. Супер. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго. Так что... Осторожней. Здесь даже муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь. Их принесут. Я не готовилась к вылазке на природу, мистер Дюмет. Нам недалеко идти. Не волнуйтесь. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. У Жастиков насмотрелась? Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность креда лонит интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. Ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И? Мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Вот как нужно снимать на самом деле рураки. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюме? Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Этот мистер ведет себя очень подозрительно. Вот там тележка для трупов. Мистер Дюме от нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонь. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах, ты ж черт! Что с тобой? Ты чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Юся, спокойно ночи. Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну, а мы тут при чем? Я милая. А ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Ага, потом за ними вернуться и увидят, что их уже нет. Сколько тут контента мы бы сняли. Да, контента здесь хоть отбавляй. Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От себя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. Может, тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. По-твоему, есть шанс? Нет. В лучшем случае снимем проходняк, но нас это не спасет. Чья туфля, ребята, кто потерял? Она, кстати, достаточно свежая. Кто-то пытался сбежать, но не смог. Еще одна монетка. Найс. Даже найс поленились перевести. Частная собственность, мне обходить. Не так-то просто. Осторожно. Перевод, конечно, зажали. Хорошо, что мне не дали ключ на эту игру. Не продали, точнее. Я запросила возврат. Что она такая сырая? Мог бы сказать, нам одеться попроще. Шею себе не сверни. Не хочу, чтобы Марк плакал. Какая забота. Спасибо. Падаем, падаем, ребята. Кейт, все окей. Личика не поцарапала? Этот товар надо беречь. Сучка. Че ты? Че ты? Ну, че ты делаешь-то? Тут тот момент, когда на геймпаде играть менее удобно, по-моему, чем на кавиатуре. Зачем нарисовано просто влево-вправо, когда тут надо жать еще и вперед? Может, она в пиратке сырая, а там обновили уже? Ну, может быть, я не знаю. Может быть, она еще забагована? А можно пробежать по бревну? Ну, давай быстрее. Я думаю, я убеду здесь всех. А, вот на таких бревнах. Так, кто у нас тут? Интересно, куда он ездит? Просто вверх и вниз по холму. Да. Но что на той стороне? А давайте сядем и узнаем. Ну-ка, подсадим. Первый квест был не таким простым. А впереди еще загадки. Вы здесь постоянно живете? Прячьте. Всей семьей? Моя жена умерла. Ой, черт. Простите, не хотела вас огорчить. Идем. Почти пришли. Не заметил. Пошли. Это идиотизм. Ничего тут нет. У нас дома миллион днемпадов. Я вообще с ними обращаться не умею. Последняя моя игра с ним это Mortal Kombat 11. Но я вот играю с ними, где игры уж явно заточены под днемпад. В тот же Cuphead. Не знаю, как вообще играть на кавиатуре. Ну да, не везде. Удобно. Так, в этот домик можно сойти? Закрыто. Там окошко. Ты же взломщица. Открывай давай. Вниз-то не пролезть? Не хочет. Не хочет пачкаться. Может сюда? Кто сказал? Привет. Ключи от игры дали уже. Ключи от игры я купила, но... версия в стиме, которая получается ключом, не рабочая. Поэтому я оформила возврат и играю в пиратку. Все просто. Вроде бы жилье искала. Сомневаюсь, что мне это по карману. У меня муж в Cuphead на геймпаде. У него вообще как бы проблем нет. Он всю жизнь в фифу играет. Он их ломает, разбивает, новые покупает. Ха, нормально. А, ясно. А тут друг все ждет и ждет. Да, я решила не ждать. И я потому что оформляла тоже предзаказ. Проблемы больше. С этими ключами. Там через стим скачивается вообще файл пустышка на 5 байт. В общем, к релизу в России отнеслись халтурни. Наблюдение за птицами. Руководство орнитолога-любителя по птицам британских островов. Ищем дальше. Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Напоминает говняный летний лагерь. Так, если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. А что у нас наверху? Так, ну, заводить нужно здесь вагона. Дергай за рычаг. Может, сможем его починить. Джейми, а ты можешь починить без моей помощи? Мультиметр можно использовать для ремонта щитов. Ну, окей. И чё, и как этим пользоваться? Так, нарисовано, что ли, просто? Да понятно, тогда нужно наоборот всё. Вверху начать. Мультиметр-то нафига? Там уже ничего не показывается. Какая-то загадка лёгкая тогда. В чём подлог? А, нет, тогда... А, подожди. Сначала снизу повернуть направо. Вот это. А потом сверху. А, нет, не так, наверное. Нужно было только нижнюю первую. Я поспешила сказать, что это лёгкая штука. Тут нужно понять ещё лёгику разработчиков. Включать по схеме. Да, да. Ха! Да! Я молодец! Мультиметр для красоты? Как-то это неинтересно. Я думаю, там будет показываться напряжение. Или что-нибудь. Ага, поедем мы, конечно, не внутри, а сверху, да? Подождите, а мы же могли куда-то ещё сверху пройти. А, мы вообще не поедем. А там что? Слышишь? Можешь не прятаться? Пусть нас прямо тут раздевают на... Нашинкуют. Что это нужно? Можешь... が... Então... интересно что это сиба ребят за победку варенье внимание опасно игра сама спрячет их блин ну так не интересно да мне уже полегчало надо было немного посидеть я уже в норме нашли короткий путь мне нужно чтобы вы делали что я говорю конечно мистер дюмет теперь все здесь можно идти друзья прошу вас не отходите больше от мистера дюмет а пожалуйста кейт ну как тебе жуткий летний лагерь ладно мы все равно скоро узнаем что он задумал не волнуйся ты идешь то боишься высоты она как да о нет мы все умрём просто иди господи расслабься марк ооо далеко лететь ты как ты сможешь смотри вперед не вниз я знаю все окей правда я посмотрю это просто вода выплывешь и вообще мост выглядит надежно типа давай помогу да когда мы ездили в карелию там мосты выглядели более ненадежно чем этот год все ты смог не смотреть не смотри вниз парень не боись быстрее пробежишь быстрее окажешься на той стране спасибо ты всегда меня выручаешь когда нужно пошли догоним дюмет а куда все делись простите дорога тяжелая народ шустрее мы теряем время это просто мистер тюмет это место выглядит потрясающе да может выходные не зря пройдут а ты кто ты чего это я я видела девочку вон там да игра на пока единственная фанатка это уже пропала какая же ты стервозина в этом доме все очень старая пожалуйста осторожней это потрясающе ого смотрите просто невероятно да правда впечатляет могу я попросить вас всех расписаться это не все вещи не волнуйтесь а нет если первая часть это dark pictures man of me done а потом уже little hope и house of eggs располагайтесь мы пообщаемся за ужином 8 мистер дюмет очень здорово я даже не знаю как мне вас благодарить это просто невероятно я же говорил что это хороший план я был прав ну первые три части вроде до сих пор доступны в стиме только нового нету всеми для россии ребят спасибо за подписки добро пожаловался дела 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 где ты шляешься целый день пока я тут сижу и не беспокоюсь пропадаешь куда-то и мне ни слова не говоришь это лиса и юрий а эту песню я Прости Напугала? О, господи Я в трусы напустила? Как ты меня не услышала? Просто Мне кажется, мы тут не одни Кейт видела, как Из окна на нас смотрят девочки Вот кто это был Девочка У Дюмета могут быть помощники, семья Или друзья Мало ли И все же Это место меня пугает Да, тут Необычно Ты что, пела? Ой, да Я ее пою, когда страшно Эту песню я всегда пою Паники, страху, волю не даю Но это не помогает Да уж Еще бы 181 Мой похож за углом 183 Это мой Ясно Давай Удачи там Не потеряйся Кричи, если что-то будет нужно Спасибо Я рядом Нечего бояться Хотя Слушай Да? Давай я быстро разложусь И вместе найдем твой номер Мне в этом доме Совсем не хочется одной оставаться Да Давай А то я бы заблудилась Может быть вместе в один номер Ты чего? Тех же расстреляют обычно по двое, чтобы сэкономить бюджет Так, ну вот Что ж Тут Мило Лирт Мы можем с ней пофлиртовать Нет, не будем Самую малость получше этих японских капсульных отелей Да ладно Могло быть хуже Типа номер автопики О, не начинай Я стараюсь стереть тот день из памяти Из-за тараканов? Из-за твоего храпа А где туалет? Стоп, что? По старинке Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать Подозреваю, мини-бара тут тоже нет Тут ты ошибаешься Что это? Вино Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем Чарли будет ругаться И мне будет стыдно опять Да Он это любит Но Мы не на работе Еще не снимаем Напьемся, не начнем Я ж не предлагаю Напиваться перед работой в слюне Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу Кстати А ты, Мила, злишься Мила? Я? Я милая? Угу Ох Возьми мою, если микробов не боишься Спасибо, я лучше поищу Где она? Э-э-э Она вон там, около стены, видишь? Дима, привет Давно тебя не видели, мы уже соскучились Ты чего? Блять Это типа месть? Нет Нарочно пугаешь? Получилось С помощью ингалятора Эрин оккупирует приступы астмы И давно у тебя астма? Олекс, добро пожаловать Лекарства помогают Так что я не особо парюсь Просто надо быть осторожней Избегать пыли Пыльцы И пугающих ситуаций Блин, прости Ты же не знала Забей Правда Точно? Да Точно В общем Да Уютно Достаньте уже там или что Из-под кровати Все Ты отравилась А неплохо А ты не врешь? Пикантный Вкус Хороший год Точно Чувствую Немного коры дуба Нотку цитруса И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков О, господи Вот ты засранка Ты мне все наврала О, прости А вино дрянь Про него я соврала Правда? Ага Извини За то, что я сказала Не хотела смущать Я... Да Просто Мы работаем вместе А Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами Конечно То есть, на самом деле, мне очень приятно Эрин И я тоже считаю, что ты милая Просто, ну... Ну, ну что тут начинается? Отодвинуться Отодвинемся, да? Нет? Поздно Потому что отодвинулись Прости Нет, нет Все нормально Я думала Ох, так глупо Ну Я, конечно, малость флиртовала Но ты прям... Поверить не могу, что я сейчас... Кто там? А в России пропагандой заниматься нельзя Да, да Грочишь тут втихую, старый извращенец Простите, я что, вам как-то помешал? Нет, мы просто болтали Думали, потянет ли сеть наше оборудование Мне плевать, что вы делаете Отчего бродишь? Я не могу найти номер И пиздец, как хочу курить Странные штуки на дверях Это цифры Они идут По порядку Это удобно Спасибо, не помогло Так, минут десять И давайте потом вместе обсудим первую сцену У нас целый вечер Может, после ужина? Хочу отдохнуть После такой дороги хоть немного Рик, Сер, спасибо за подписку После ужина будем снимать У вас десять минут Ладно Тогда скоро спустимся А, Эрин, я осмотрел в синей сумке Сигарет нет Я их туда положила Так найди Может, кто-то из нас дальтоник И не знает, какая сумка синяя Потом договорим? Эээ, да, да Если не поздно, закончим съемки Удачно найти комнаты А как же вместе пойти искать комнату? Она же сказала Давай сначала в мою зайдем А потом поищем вместе твою В итоге они сами ушли Давай, скорее Бегом Опа-опа-опа Сваливают По-тихому Куда это они? Куда это они? Опа-опа-опа Какой-то маньяк Клиник у нас Сломай стены Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно Какой еще стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Ну... Не отвечай А визитки хорошо вышли Ага, теснение Гораздо солиднее смотрится Любите вы, старики, визитки? В смысле, профи Старая школа Блин, у меня тоже есть визитка Я заказал поплотнее бумагу И логотип из фольги Черт Надо было одну дать мистеру Дю Мэттел Нашлись? Нет Клянусь, я точно сюда положила Не понимаю Господи Так, прекрати бессистемно копаться вещам Начинай искать с умом Методико Синяя сумка Передний карман Я специально запомнила Их нет, Чарли Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я... я не знаю Хотя Кейт вполне могла бы Или Джимми Мне жаль Ладно Есть другие дела Этот отель огромный Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя Так что... Пошли, проверим Если найдешь первый Я все прощу Он что, так хочет курить, что не может обойтись без этого? Вы видели, какая у них анимация лицевая? Страшно Масштабы тут, конечно, просто... Не верю, что нам так повезло Боишься, что другие выпуски будут смотреться дешево? Но так и есть Что поделать? Неважно Главное, что люди запомнят этот И он получит Эми? Точно Правильный настрой Держись меня, Эрин У меня большие планы Думаешь, будет новый сезон? Это мои проблемы Ты просто следи, чтобы у меня все шло гладко А уж я обеспечу тебя работой Согласна? Эээ... Да Привет, Грантам Спасибо, я с радостью приеду Думаю, моя жена и две дочери присоединятся ко мне Да и мой брат Фрэнсис сейчас тоже в городе Так что он будет пятым Я готов ему жизнь доверить Так что о конфиденциальности можете не обеспокоиться Увидимся в пятницу В общем, создавали они здесь Идеальное туристическое место Вот самый страх игры Это лица персонажей Да-да-да Эй, Чарли Можно мне в новом сезоне Больше заниматься звуковым оформлением Чем-то творческим Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Именно Чтобы добиться успеха на ТВ Надо пахать И браться за любую работу Я... Я думаю, тебе нужен помощник Помощник? Просто дурацкая идея, Чарли Я не то... Помощник? Личный ассистент? Ну да А я бы помогала с монтажом Не понял С монтажом? Со звуком Я тут подумала У тебя такой богатый опыт Ты столько всего знаешь Поэтому ты мог бы многому меня научить Да Тут я согласен И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты Именно А ты еще хочешь стать режиссером, Чарли? Я уже режиссер Я про настоящие фильмы Со звездами И с большим бюджетом Эрин, ты должна понять кое-что В работе, которую мы делаем Очень серьезной работе Важны не звезды Важна правда А, ясно Ага, прости, Чарли Значит, фильмы не хочешь снимать? Может, сменим тему? Вот она какая зануда Закрото Сигарет здесь явно нету Но есть какие-то открытки Эй, подожди Возьми Возьми обратно Мы же не перевернули Не посмотрели, что там Спасибо, что выбрали Сумеречную прерию Новым местом жительства Вашей матери У Синди У нас очень комфортно Мы приглашаем вас Навещать ее Как можно чаще И надеемся Снова увидеть вас В ближайшее время Линда Прайс Главный управляющий Так, снова Вроде бы здесь Все осмотрели О, может Мистер Дюмет У себя в офисе? Он точно знает Про сигареты Так, но ключей У нас нет Ну, знаете Что это за шум? Что такое? Ключ подогнали Я нашел ключ А его не удивляет Что этого ключа Там не было До этого Может, я в сувенирном Магазине посмотрю? У меня уже был Сегодня приступ астмы Так что мне лучше Не возиться в пыли В сувенирном Продают сигареты? Наверняка Вперед! Кто тут? Ого Механический? Ха Обалдеть Чего изволите, мистер Дюмет? Пачку сигарет, пожалуйста Мне сигареты, пожалуйста Слышишь? Ау Я курить хочу Глупо было надеяться Ну и ладно Спасибо, робот-бармен Конечно, сэр Как скажете Да ладно Благодарю, мой механический друг Очень признательно Последняя пачка Как раз для нас Да О да А монеток нету? Да? Конечно, ему надо мелочь Угу, кредиткой ты не расплатишься Черт Пвест номер два Искать монетки Да, добудьте сигареты Поищите деньги в баре Робот, у тебя нету там ничего Есть касса Закрыто Потом я угощу Честно Деньги-то забрали Да Иди к папочке Неудачник Эй Эй О нет, нет, нет Ты чего? Не надо Нет Найдите способ Достать сигареты из автомата Да руку туда запихай И все Нет Не надо Сегодня Так херовый день И ты делаешь его еще хуже Самое время бросить курить Да, я не понимаю Почему он так зациклен на сигаретах У него такая ломка Кружкой Ударить кружкой Наверное Нет Я хотела бы еще раз поблагодарить вас За невероятную работу Которую вы и ваши коллеги Проделали в отеле Примите мои искренние соболезнования Несчастный случай Постигший бригаду на озере Настоящая трагедия И я чувствую в этом свою вину Как дань их памяти Я последние несколько месяцев Вносил завершающие штрихи В облик отеля И теперь с гордостью могу сказать Что мы практически готовы к открытию В качестве искренней благодарности Я хотела бы пригласить вас И ваших коллег Присоединиться ко мне На торжественной церемонии Открытия В пятницу 17 ноября В 19.00 Смею заверить Это будет незабываемый вечер С тематическими развлечениями И мужским квартетом Уверен Побывав у нас Вы убедитесь Что ваши усилия Не были напрасными Кружку дай Так, ребята Чем открывать будем? О, да Само? Бар 0028 Что это такое? Что? Нет Давай работай нормально Говна кусок Долбанное старье Отдай их мне Дай мне сигареты Ах ты Ну все Я сейчас хожу за механиком И уж тогда мы тебя Расхерачим Эй, Чарли Да Я еще в баре Нам надо всех собрать И пора идти на ужин Ладно, иду А к тебе я еще вернусь Только лом захвачу Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Надо запомнить эти цифры На всякий случай Бар 0028 На манекине Было написано Хочешь снимать? Да Если мы сейчас все сделаем Может Чарли перестанет Все за мной переснимать? Да Окей, ладно Что? Ничего Одну секунду И можем мыть То есть ты из-за Ничего Такой несчастный? Да Сто раз уже объектив протер Я готовлю тек И все? Да Ты вечно тонешь в мелочах, Марк Ребят, спасибо за Как насчет рискнуть И просто Победу Я помню, как ты маялся целую неделю А потом отказался от новой работы За одной лишней пересадки на метро Я отказался, чтобы не бросать тебя с Чарли Я же не изверт Я серьезно Я тоже Ладно, забудь Класс Дай возьму камеру Давай сами С естественным светом Вестибиль нам подойдет? Вроде должен Хочу выглядеть нормально Тебе любой свет идет Не бойся Пытаешься подмазаться? Да Работает? Немножко Хоть так Марк Почему все уверены, что я тебя бросила? Если бы Джейми узнала правду Отвалила бы Постой Я тут ни при чем Не знаю, это мило или эгоистично Или как Скоро золотой час Надо найти хорошее место Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15 Да, но нет С правильным рефлектором 15 минут Максимум Так Давай найдем место и начнем уже Спасибо за помощь Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи Нормальные у меня руки Куда? Нормальные у меня руки О, как Обычно я благодарен психологу Но иногда Он дает идиотские советы Я знаю, как разговаривать со всеми В мою комнату можно входить Только мне Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных Да Пожалуй, ты прав Стоит в стену, смотрит Поехать завтра не получится Можно я через неделю вещи заберу Там что-то есть Да, и что там есть? По-моему, ничего особенного Открыто новое видение Может здесь нормально, Света? А, в смысле Это так работает? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что там нам сделать нужно было? Найти балкон и там ее снять наверняка любое место не подойдет Тоже заскриптовано Если Дю Мэтт нас тут застанет Черт Я чуть не обосрался Похоже мы тут не одни По-моему Дю Мэтт из тех у кого крышу сносит Если что-то не так как им хочется Да? Как догадалась Потому что нас оставили без смартфонов Был ли он дьяволом? Вся правда о первом серийном убийце Америки Начало работы над первой книгой Джозеф Морелла увлекался расследованием Дел серийных убийц И главная загадка для него стала Холмс В новой книге Морелла анализирует Свои исследования и статьи за 15 лет Отделяя факты от вымысла Чтобы рассказать правду Об историческом деле первого серийного убийца Америки Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам Творчества Морелла Творно у настоящего убийца О, такое я помню Я в средней школе всю свою парту изрезал Дерзкий Я в средней школе Миссис Роберт Хоу из Сильвер Спринг Объявили о рождении дочери Мэрилина в больнице 10 июня Элейн и Стивен Райт из Норд Парк Объявили о рождении сына Морриса 11 июня от имени своей дочери Люсин де Мюндей Гордые дедушки Бабушка Джордж Ирин Мюндей И Сильвер Спринг Объявили о рождении внука Гектора Вейлана В больнице Уайт Оук Все рождались в одной больнице Я что-то... Зачем нам эти камеры нужны вообще? Ты посмотри на эти обои Вон! Видишь ключ? Нужно только туда попасть Капец они старые В этом доме все капец старые Я думала он... Мэнни Шерман Родился 1 января 56-го года Да ладно! Вы это знаете! Чего вам надо? Что это? Вижу, вы тщательно подошли к делу Агент Мюндей Любимые телевизионные программы Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо? Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален? Хотя... Пожалуй, был один человек Который вызвал у меня интерес Генри Говард Холмс Почему? Да потому что он был первым Первым в Америке Основоположником ремесла Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюндей Книжки почитайте Вы думаете, раз мне нравится Тыкать в людей ножом Я идиот? Я... Предположительно Убил 13 человек Прежде чем вам хватило ума найти меня Похоже, Дюмет любит старину Трудно тут все сохранить Я тоже люблю антиквариат Но во всем должна быть какая-то мера Гнить же все будет Гнить? Точно Что? Я все не мог понять Чем здесь так странно пахнет Теперь понял разложением Ребят, спасибо за поддержку Удачи в Мокс На пляже может быть мертвая рыба Животные в лесу Что угодно В любом случае, она давно сдохла Так, нам нужно на ту сторону, да? Ну, поехали Осторожней там И по всему особняку Особняку у нас напичкана камера За нами постоянно наблюдают О, нифига он такой Силач Может подвинуть Огромный шкаф Продолжение следует Уважное следует... марк ты как там скоро вернуть так теперь здесь спускаемся опять двигаем шкаф обратно и но поднимаемся спасибо большое за подписку ну давай ты не можешь что ли поместить шкаф куда надо запихивай его что-то с ним возишь аня мне потом нужно тоже мебель переставить да конечно обращайтесь я уже опытный грузчик как да вот 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 Эй, ну же, когда нас пугать-то будут? Так, вот и ключ. Ключ от балкона. Есть. А куда мы шли-то? Я что-то уже забыла, пока мы ходили за ключом. Где здесь вообще балкон? А, здесь, наверное. Или нет? Не, ну это явно не балкон. На ракету-то набрали? Георик, мы у тебя набрали на ракету, у тебя маны. Где балкон? Георик, ты должен следить внимательно. Наверняка он наверху, не внизу. Не внизу-ж. Более, наша девчонка там. Ничего не видно. А, господи, написано же. О-о-о-о. Ну, хватит уже. Тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Чего ты так паришься, мисс? Я всегда шикарна. Ты отлично выглядишь. Вещи, принадлежавшие жертвам Холмса. Взять ничего нельзя. Кейт, зацени. Его шляпа. Чья? Ге-ге Холмса. Сейчас поднимем, там крыса. Наверняка. Нет. Блядь! Ты чего? Блядь! Я чуть... Это хреновины вдруг выскочила. Испугались? Видишь? Что это? Какая-то аниматроника? Да. И пиздец стрёмная. Это просто кукла. Но ты испугалась. А ты два раза. Эй, Чарли! Уже восемь. Пора на ужин. Чёрт! Мы протупили. Время ещё есть. Пошли. А то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем. Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось. Ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права. Но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк. Не мои. Всем уже надоели ваши постоянные ссоры. Мне самой они уже надоели. Он просто завидует. Завидует? Да. Ему не нравится, что меня зовут на ток-шоу. Это был один раз. Короче. Люди видят по телевизору меня и хотят поговорить. А он злится, как ребёнок. А его тексты хрен произнесёшь. На бумаге ещё ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Просто он думает, что ты работаешь на резюме. Мурман Тиви, привет. А что тут такого? Чарли уверен, что мы его рабы. Вечно придирается. Меня это не устраивает. Думаешь, почему мы ругаемся? Ты знала, что Эрин неделями не платит? Этот козёл сказал, что учиться у него — это уже награда. Вот же кусок говна. Он гоняет её по городу. И в химчистку, и за продуктами. Как будто сам ничего не может. Да похрен. Так или иначе, я сваливаю из Лонид Энтертеймент. Знаешь, я думал, мы уйдём вдвоём, командой. Марк, ты — другое дело. Для тебя это временная работа, пока ты не станешь известным фотографом. Ты же не ждёшь... Я знаю. Ненавижу эту документальную херню. Чарли не умеет строить кадр, и я уж молчу про сюжеты. Так тоже уйди. Ну да. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Он использует нас. Я этого не заслужила. И ты. Мы все. Вот это представление. Бросай новости и становись актрисой. Меня прям проняло. Хоть Оскара вручай. Ты не знаешь, о чём мы говорили. Я слышал достаточное предательство, я узнаю. Особенно меня разочаровал ты, Марк. Что бы ты ни планировал на будущее, сейчас вы работаете в Лонид Интертеймент. И сотрудников Лонид Интертеймент ждёт на ужин хозяин этого дома. Чарли, извини. В Лонид ведь работают профессионалы, так? Ведите себя соответственно. Класс. Рада? Теперь будущее есть только у тебя. Он ведёт себя как ребёнок. И мы опускаемся на его уровень. Ребят, спасибо за элик. Дима, спасибо за поддержку. Редактор субтитров А.Сёмкин Привет. Нам же можно выпить? Да, пожалуйста. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождём? Наливай, Марк. Он что, решил не приходить на ужин? Никто из вас его ничем не выбесил? Нет, пап. Я, кроме Смотрителя, тут никого не видела. Наверное, он сам готовит ужин. О, мистер Дюмет! Эта прическа вам так идёт? Мы открыли вино, надеюсь, вы не против. Дюмет? Да, он точно не придёт. Стоп. Почему это? Он прочитал все твои язвительные твиты. Я не... Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. С ним была девочка. Они очень торопились. Кстати, ты права. Тут есть девочка. Я искала номер и видела их вдвоём. И снова гениальный план Чарльза Лоннета накрылся. Что дальше, босс? Домой вплавь. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Вы задолбали всё время во мне сомневаться. Мне сказали, что здесь полно вещей, которые подойдут для нашего шоу. Оглядитесь. Он соврал? Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одно этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чём ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог всё правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Перестань уже нагнетать. Это не смешно. Окей, ладно, только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да, я так. Что, так и не нашёл сигареты? Роман, спасибо за ману. Пупсик, скорпионочек, спасибо за элик. Самое обидное, я нашёл автомат, но, как и всё остальное в этом сраном месте, он старый и сломанный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Какой у нас план, Чарли? План? В лучших традициях Лонет Интертеймент будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмёт дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу всё озвучкой. Ну, выпьем за топику, которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. Я хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеётесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семье. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в десять человек. И, Кейт, несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадём. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы. Будем. Будем. За нас. Мазал то. Этот материал поднимет шоу на новый уровень. Ага. Если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Берёшься четыре река. Экспози. Поздравляю с победой. По-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного. Просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А только мне кажется странным, что Дюмэта ещё нет. Да. Походу, он не придёт. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там всё начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмэт придёт? Если будет ругаться, я ему тоже всё выскажу. Он сам нас вынуждает. Ладно, берите всё и переносите в вестибюль. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придёт, не хочу, чтобы мы были заняты хернёй или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ. Прекрасно. Рад это слышать. Я за минуту справлюсь. Класс. Супер. Да. Кажется, что он вообще один и никакой команды нет. Как это было в последней части. Но это глупо, конечно, повторять. Те же самые ходы, что и раньше. Пока не хватает какого-то экшена. Они слишком много разговаривают. Слишком много ходят. Посмотрим. Может, потом сюжет будет развиваться более стремительно. Эй, народ. Это вы? Так. Так, источник шума мы поищем уже, наверное, в следующей серии. На следующем стриме. Так что, ребята, не забывайте подписываться. И ждите новый стрим. Всем большое спасибо за поддержку. Ещё раз поздравляю с победой в боксах, ребята. Спасибо за победу в варенье. Всем пока-пока. До скорого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.